Сегодня мы будем готовить с вами итальянскую пасту. Это будет все делаться у вас на глазах, чтобы вы видели, как это происходит в нашей сети ресторанов. И ответим на буквально два вопроса за сегодня. В чем различие между обычной производственной индустриальной пастой от домашней пасты итальянской? Да, история пасты, она как бы произошла, говорят, что итальянцы это первые люди, которые придумали пасту. Это очень много людей ошибаются. Итальянскую пасту придумали, как и все может быть остальное, это придумали китайцы. И в 18 веке ее в Италию завез именитый человек, это Марко Поло. И там уже она начала полностью развиваться. Там появились все различные пасты, это вообще просто определенное название мучных изделий. Мучное изделие, оно может подразделяться, это тели-тели, лингвини, пине, ревиоли. Это очень много разновидностей. Для приготовления у нас итальянской пасты используется такая машина, которая производит пасту методом экструкции, то бишь методом высокого давления. Давление в этой машине порядка около 100 бар. Чтобы замесить, по идее, настоящую итальянскую пасту, в домашних условиях ее придется месить руками, чтобы она была однородной с утра до вечера. В принципе, это реально, но это очень сложно для любой домохозяйки. Паста вообще, по идее, это самое любимое блюдо, это самое первое блюдо итальянцев, которое у них очень вызывает большую популярность и восторг. Паем муку высшего сорта, твердых сортов пшеницы. Потом туда добавляется мука крупного помола, мука кукурузная. Добавляем туда итальянская паста, ее очень много разновидностей. Паста может быть, как и абсолютно полностью диетическая, да, это просто мука и вода. И также паста может быть вкусной, придавая ее вкус и вызывает, чем больше яиц, тем паста вкуснее. Сейчас мы с вами возьмем два яйца, добавим туда два яйца. Добавляем два яйца. Включаем замес. Мука месяца в течение 15-20 минут, дабы мука месяца для того, чтобы вытеснить из нее весь кислород. Паста это исполненно итальянская блюдо, причем в России принято его подавать, чтобы когда человек пришел, приборы, которые нужны, чтобы человек рядом лежали, это ложка и вилка. В Италии это не принято по традиции. Они считают, что это по этикету у них не положено. Но в России принято есть холидели, паста нашу, именно с ложкой и с вилкой. Тихонько наматываем три-две спагетти на вилочку при помощи ложки. Ложка держится в левой руке, вилка, вправлю. Потихонечку. Пишем. А вы нам потом покажете, как это правильно делать. Сейчас поставим с вами попробуем. Первый, пока еще матрица не нагревается. Если кто-то желает, может подойти, посмотреть. И вообще, чем самое главное, чем отличается домашняя паста, у нее по краям идет неровная структура. Неровная структура у этой пасты для того, чтобы на ней как можно больше задерживалось соуса. И чем больше соуса, тем спагетти, естественно, вкуснее. Сейчас мы с вами попробуем отварить тельетели. Для того, чтобы отварить тельетели, достаточно просто кипящей воды, немножко соли. Чтобы не пересолить воду, есть элементарное понятие. На 100 грамм тельетели идет 2 грамма соли. И также на литр воды используется 8 грамм соли. И очень обязательно, как бы сказать, для того, чтобы сварить тельетели, используйте всегда оливковое масло. Добавляется на литр воды порядка 30 грамм оливкового масла в воду. Чтобы наши тельетели, то, что они мягкие, чтобы они не слипались между собой. Чем еще отличаются домашние тельетели от производственных тельетелей? Они варятся буквально минуты полторы-две. Потому что они не проходят сушку, как проходит сушку индустриальной пасты. Если паста прошла сушку, в ней убиты все полезные вещества. Та же самая отличат. Как мы привыкли покупать в магазине. Закидываем наши тельетели в воду. Чтобы правильно сварить тельетели, чтобы их не поломать, не разорвать, первые минуты, где-то минуту-полминуту мы не даем просто полежать в горячей воде. Чтобы вот эта структура, она более плотно схватилась между собой. После этого нужно как можно тщательнее и чаще помешивать эту пасту. Теперь немножечко расскажем о винах, которые принято в Италии подавать под эти замечательные пасты. С чем их употреблять? В какой провинции, чтобы вина была, виноград и так далее? Обычно в домашней пасте морепродуктов итальянцы предпочитают подавать белый вин, охлажденный до 14 градусов. Таких провинций, как Пальпо-Личелло и Тесо. Есть еще также вид паст, который готовится из мяса, добавление соуса на основе вина. К этим винам принято подавать в Италии красные вина. К этим спагетти принято подавать красные вина, охлажденные до температуры 16-17 градусов. В нашем ресторане мы можем вам предложить к этим спагетти различные вина различных провинций, марочных, географического наименования, также столовую. На все разнообразие спагетти у нас найдется бутылочка хорошего вина, который вы, в принципе, сейчас продегустируете и поймете, как это должно быть и принято в Италии. Ну, в общем-то, про спагетти, про вина вам рассказали, сейчас стоит вам подать, попробовать. Самое главное, употребить сначала спагетти, глоточек вина. Если это из морепродуктов, не забудьте, что это белое вина, если это мясные, какие-то спагетти, то это красное вина. Сейчас вам подойдут. Берем паприку. Тоже нарезаем ее тонкими кусочками. Это сыр пармезан. Слегка посыпаем нашу пасту сверху сыром пармезан. Пасту сверху сыром пармезан. Все, наша паста готова. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...